Техника наложения сухожильного шва Кракова. Показания. Повреждения и разрыв крупных сухожилий. Используемые хирургические инструментарии. Скальпель, хирургический пинцет, ножницы, кровоостанавливающие зажимы, иглодержатель, иглы, шовный материал. Используют технику фиксации иглы и нити тройного 1-3, в которую заряжена двойная нить. Причем ее длина зависит от длины и толщины прошиваемого органа. Основу шва составляют поперечно ориентированные блокирующие петли правильной взаимной ориентации, при котором достигается стабильность шва. Шов начинается продольным вколом на расстоянии 5-7 мм от края разрыва и условно делят сухожилия на 1-3 и 2-3. Не отходя от шва на расстоянии 2-3 мм от выкола, осуществляется следующий вкол, направленный сверху вниз, перпендикулярно длиннику и поперечнику культи. Аккуратно соблюдая интервал от краев раны, производим выкол иглы, постепенно натягиваем до нужной длины. Элементы шва должны иметь форму, близкую к квадратным, со стороны равной ширине сухожилия. Прошивается другая сторона культи, равномерность распределения нагрузки на элементы шва гарантирует ее самостоятельность. В образующуюся петлю производится игла с нитью, петля блокируется и подтягивается, следующая петля формируется в обратном направлении. Очень важно стараться ориентировать нити под прямым углом и на равном расстоянии друг от друга. Срезаем концы нити. Правильно отсекаем лигатуру, контролируя острие ножниц, оставив культю около 1 см. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова